привет всем мы продолжаем отвечать на вопросы и сегодняшний наш вопрос звучит так а вы не разбирали ранее такую организацию как агунщу если есть возможность и интерес покопаться в этой теме был бы очень рад посмотреть послушать такой ролик ну я немножко сомневалась насчет того стоит ли делать отдельный ролик про агунщу данный момент времени но если вопрос есть значит людей интересуют почему бы не сделать просто дело в том что я давно хотела поговорить про японские новые новые религии но я думаю что наверное все таки начинать разговор про новые новые религии стоило бы с кого-нибудь другого ну ладно давайте согнущу для начала давайте объясню почему новые новые религии что это за странный термин но термин вполне официальный дело в том что хотя когда мы говорим о том что часто называют просто сектами или культами мы используем аббревиатуру нрд новые религиозные движения но применительно к японским нрд очень часто используют два совсем других термина это новые религии и новые новые религии дело в том что новые религии это религии появившиеся на рубеже девятнадцатого двадцатого века то есть самый конец девятнадцатого века это первые ласточки и первая половина двадцатого века это были религиозные движения которые очень часто уже основывались на каких-то предыдущих синта буддизме понятное дело очень очень сильное влияние было народных каких-то верований и что интересно аскетических практик но это как правило были синкретические религии а вот новые новые религии это все то же самое но с некоторыми вариациями во первых это те религии которые уже появились во второй половине двадцатого века чем они отличались от предыдущих ну там очень много но то на что в основном напирают исследователи например тоже ян ридер или хелен хардакер это в первую очередь у старых то есть у новых религий есть упор на как я сказала аскетические практики и считается что если вы хотите чего-то добиться то вам нужно очень очень много стараться чего-то делать в общем стоять под водопадами бродить по горам и так далее и тому подобное то есть в какой-то степени изнурять свое тело хотя бы немножко и когда речь идет о новых новых религий то они делают шаг в сторону от этих практик и говорят что ну да это конечно хорошо но можно еще проще можно просто вот у нас есть такая замечательная штука вот у нас есть такой интересный момент вы можете делать эту практику просто вот только эту практику и все у вас будет хорошо и не нужно себя изнурять это на самом деле не всегда так есть новые новые религии которые очень сильно упирают на аскетизм и какие-то жесткие практики но тенденция все-таки есть то есть тенденция к упрощению и теперь давайте про агунщу агунщу это однозначно новая новая религия и наверное она интересна как раз тем что показывает этот тренд к упрощению вот прямо на своей истории во-первых что такое вообще агунщу что такое агон агон это агамы на японском агамы это ранние буддийские писания и агунщу утверждает что они основываются именно ранних буддийских писаниях то есть ну они такая как бы теравада только самая-самая лучшая таравада лучше той таравады которую мы знаем согласно агунщу только агамы являются истинным учением будды а вот все что пошло дальше махаяна это все неправильно это уже не истинное учение правда сами агамы вагунщу подробно не изучают зачитывают куски из них но я бы сказала что особого упора именно на агамы именно в самом учении в практиках ну я не разглядела а само учение составляет доктрина лидера мы поговорим очень подробно об их лидере интересная фигура в сочетании с что интересно эзотерическими практиками очень большое влияние влияние щу гендо это такая синкретическая японская религия и синто и плюс культ предков и что интересно пророчество нострадамуса да они инкорпорировали пророчество нострадамуса свою доктрину они даже считали что в 1999 году что-то будет не совсем понятно что но что-то интересно как они объяснили когда 599 год был в принципе обычный год но что еще интересно несмотря на отрицание махаяна несмотря на то что они говорят что махаяна это все уже неправильно это уже все ложное учение они используют и лотосовую сутру и сутру сердца это вообще-то сутры именно используемые махаяне что у них в доктрине как бы интересно что они привнесли да они считают что жизнь человека определяется кармой это они это называют и нэн и с помощью учения будды можно отсечь от себя вот эту плохую карму и освободиться то есть они считают что цель это стать свободным человеком отрезать от себя плохую карму чтобы с тобой ничего не случилось то есть просветление по их мнению это возможно вот прямо будучи живым теперь давайте поговорим про их основателя потому что это очень интересно основатель агунчу масао цуцами родился в 1921 году в йокогами в очень бедной семье он был слабым и болезненным и избежал службы в армии то есть внимание он не попал на вторую мировую войну и с одной стороны человеку конечно очень повезло потому что можно сказать практически с уверенностью что он там погиб но с другой стороны он оказывается частью так называемого потерянного японского поколения то есть поколение которое опоздала на вторую мировую или почему-то туда не попала вот в европе кстати есть потеряное поколение которые люди которые попали на первую мировую войну а в японии это те кто не смог попасть на вторую мировую то есть вполне возможно что это в какой-то степени его угнетало в 1953 году масао цуцами по обвинению в незаконной торговле алкоголем был арестован приговорен к тюремному заключению скорее всего это для него было большим шоком потому что он попытался покончить с собой в тюрьме помешало ему вмешательство джунтэй каннон патхисаттвы каннон которая к нему явилась и сказала что ни в коем случае нельзя делать то что он хочет делать у него есть великой религиозной миссии и можно сказать что всю свою последующую жизнь он пытался понять какая же это все-таки религиозная миссия перепробовал практически все для начала он сменил имя на сэйю кирияма в 1555 году он организовал обществе милосердия каннон каннон джи кей кай и сначала он сотрудничал с храмом джодо щинщу это храм йоген ин но честно говоря я не знаю насколько его взгляды вообще сочетались со взглядами джодо щинщу я не нашла ничего того времени чтобы хотя бы посмотреть как он это все объяснял но в 1970 года все кардинально меняется потому что кири яма получил новое откровение канн и теперь он начал проводить ритуал гома это уже ритуалы эзотерического буддизма причем ритуалы направлены в основном на получение так сказать прижизненного профита то есть исполнение каких-то желаний освобождение от каких-то проблем жизни это все ритуалы гома в чем они заключаются ну если очень кратко я не я лучше сделаю отдельно видео про ритуалы гома на дощечках пишется желание и или какое-то ну направление куда ты хочешь двигаться хотя бы и эти таблички сжигаются и так что интересно он проводил эти ритуалы гома с двумя целями сразу во первых чтобы успокоить духи мертвых и во вторых освободить живых от их плохой кармы то есть уже тогда у него проглядывается идея что духи мертвых они влияют на живых они как раз и создают вот эту плохую карму если вы неправильно упокоили своих мертвых то они вам сейчас будут мешать и в 1978 году кири яма получает новое откровение он узнает что только агамы являются правильным буддизмом и вот с тех пор они начинаются агонщу в 1980 кири яма посетил сахет-махет это буддийская святыня там ему встретилась уже даже не каннон а сам будда и он передал кири яме пост мирового лидера буддизма с тех пор агонщу стали позиционировать себя как международное буддистское движение и единственный истинный буддизм вообще кто бы сказать они тут же сделали себе свой собственный сахет-махет в ямащинаку в киото там они проводят фестиваль хоши мацури фестиваль звезд и вот реально это это просто шикарно если вы когда-либо будете ямащинаку где-то феврале если я не ошибаюсь где-то вторая неделя февраля по-моему где-то 15-17 числа где-то так то непременно посетите я ямащинаку и посмотрите на фестиваль он очень красивый там огромные костры там делают два огромных костра в одном костре сжигают таблички за упокой мертвых а в другом соответственно какие с какими-то желаниями это пожалуй самый большой гоморитуал вообще в мире я не знаю делать ли где-то еще что-то больше и при этом все это с таким очень сильно щегендошным отливом все наряжаются как горные практики потому что еще генда это в первую очередь горные практики это очень красиво и впечатляюще дальше не на этом все не кончается восемь шестом году кириама получает от президента шри-ланки джунилс ричарда джавардены он получает бущари а бущари это реликвия которая считается частицей праха будды и его это так впечатляет он воспринимает это как подтверждение того что агонщу это единственный истинный буддизм из надо сказать что в японии бущари много в очень многих храмах хранятся даже не одна бущаря там 45 штук у нас сандаи есть храмы в которых тоже есть бущари и как бы это немножечко странно да то есть если их так много то почему вы самые истинные но кириама вышел из положения он объявил что все другие бущари в японии это подделки это просто какие-то там зернышки риса и только наше настоящее ну надо сказать что это очень сомнительное утверждение потому что даже тот самый президент шри-ланки джавардены еще какое-то количество бущари ну по крайней мере я одну знаю точно подарил каким-то японским храмом ну ладно но вот это объединение бущари для агонщу опять же стало еще одним степ-апом теперь у них было доказательство того у них было что это они истинный буддизм у них теперь есть настоящая подлинная реликвия надо сказать что кириама тут же упразднил какое-то количество тяжелых аскетических ритуалов которые до этого практиковались сказал что да не нужно всего этого у нас есть бущари вы просто поставьте копию ящичка содержащего вот эту пущари у себя дома у алтаря и молитесь на нее и все будет у вас хорошо это освобождает вас от всех остальных практик и с этого момента их популярность еще больше возрастает в какой-то момент у них было уже где-то 500 тысяч верующих это число только росло и росло и росло надо сказать что агонщу себя очень сильно рекламировали они были такие продвинутые ребята то есть может показаться что у них все такое архаичное какие-то духи мертвых горные практики нет нет они были очень продвинутыми во-первых они даже полагались на услуги пиар-агентства своем продвижении они задействовали спутниковые передачи очень рано освоили интернет то есть все их ритуалы транслировались по спутникам и телевидению это можно было посмотреть дома и сейчас нам кажется ну подумаешь но в тот момент это было очень круто этим мало кто занимался и где-то до 1995 года все у них шло хорошо а потом потом аунсин реки совершили теракт о киевском метро это вообще очень сильно ударило по японским новым новым религиям потому что до этого они воспринимались как ну такие прикольные чуваки что-то там ходят рекламируют с этого момента людям стало страшно потому что вот эти прикольные чуваки могут внезапно устроить теракт и агунчоу получили в особенности тяжелый удар во-первых их и так путали с аум щедрикем ну да и те и другие на а и те и другие что-то имеют с азотерическим буддизмом и те и другие одеваются в белые да наверное одно и то же но что хуже всего асахара лидер аум щедрикем успел побывать в агунчоу еще до того как он основал аум щедрикем и в общем остаток своей жизни кирияма очень старался всячески отделить себя то аум щедрикем но это не спасло агунчоу от постепенной потери популярности впрочем они до сих пор живы кирияма нет кирияма уже умер но сейчас агунчоу заправляют сэна фукада и наука вада два главных лидера и они немножечко изменили доктрину теперь они например поклоняются мощам кириямы тоже теперь чуть ли не главное реликвия они получают наставление от него напрямую из мира духов это очень интересно на мой взгляд то есть они по-прежнему живы так ну и давайте поговорим о том что на мой взгляд все таки делает агунчоу интересными и необычными во-первых как я уже сказала на их примере можно рассматривать о что из себя представляет японские новые и новые религии потому что это истинно синкретическая религия которая в себя просто берет все накладывает лапки на все что угодно тут вам и эзотерический буддизм и махаяна и что только не вот вам и синта вот вам и щюгента вот вам нострадамус казалось бы что это за безумный коктейль но это не безумный коктейль это то что интересовало людей как раз во вторую половину восьмидесятых когда агунчоу в особенно быстро и стремительно продвигались и хотя с одной стороны они вроде как утверждают что они основываются только исключительно на агамах это не так они значительно больше чем можно себе представить именно вот это их ну я даже не знаю как это назвать их способность накладывать лапки на все что угодно делает их настолько популярными потому что люди находят у них именно то что им нужно именно в таком виде в котором они хотят это найти это очень крутая способность для религии особенно для новой новой религии то есть они полностью соответствовали запросам современников сейчас наверное уже нет восьмидесятые да еще один важный момент кирияма очень поспособствовал тому что эзотерический буддизм опять ушел в народ он стал популярен дело в том что кирияма несмотря на то что он был ну не очень образованным человеком изначально он очень много копал и все что он накопал он рассказывал простым языком понятным всем окружающим да возможно он что-то не так недопонял где-то что-то неправильно написал где-то от себя тяну засунул но люди это читали и понимали что он хочет сказать впервые люди поняли зачем вообще нужны те ритуалы которые проводят в эзотерических в храмах эзотерического буддизма но ничего о них не рассказывают толком и потом о собственно тем же щенгон щу ли тэндай щу то есть школам которые уже использовали эзотерические практики да еще генда тоже пришлось как-то соответствовать и тоже рассказывать простым языком о том что же вы собственно делаете то есть кирияма во многом поспособствовал вот этому снисхождению эзотерического буддизма к простым нормальным людям которые интересуются действительно очень интересуются и хотят понять ну и наконец как мы можем увидеть на примере агон щу достижения современности еще никому не мешали они были очень продвинутые и то что они сочетали в себе вот эти архаические элементы никак не мешало им осваивать интернет и предоставлять людям опять же все то что они хотят в наиболее простом и доступном виде вы не можете приехать на наш на наш фестиваль не волнуйтесь мы его покажем по телевизору вы не успели посмотреть ничего страшного мы записали кассету и вот пожалуйста посмотрите вот вам еще интернет сайт вы с него очень много чего нового можете узнать то есть это такая такой случай когда религия одновременно смогла и вроде как и наработанную традицию использовать и в то же самое время привлечь новое это я считаю очень сильный поинт агон чу ну что ж мне кажется на сегодня хватит если вас что-то еще интересует я могу провести свой маленький ресерч просто я никогда не занималась агон чу специально ну а на сегодня все пока пока и и и и и и и и Продолжение следует...